МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. Сегодня о самых важных и интересных событиях, как всегда, расскажут мои коллеги. Я Анастасия Панина. Здравствуйте. Итак, главные темы предстоящего выпуска. В Уфе создадут экологическую полицию. Более 5 миллионов жителей страны страдает от алкогольной зависимости. И в республике обнаружена незамерзайка, опасная для жизни. Барак Обама назвал свои главные достижения на посту президента США. А жителям Белгорода из-за неубранного снега пересчитают коммунальную плату. Об этом в обзоре мировых новостей расскажет Таскар Басыров. Здравствуйте. В студии Аскар Басыров. И это мировые новости. Президент США Барак Обама выступил в Чикаго с прощальной речью и подвел итоги своего президентства. С тех пор, как мы начали руководить страной, Америка стала лучше и сильнее, сказал он. Среди главных своих достижений Барак Хусейнович выделил убийство Усамы Бен Ладена, легализацию однополых браков, реформу здравоохранения, так называемую Обама Кэа, восстановление отношений с Кубой, ядерную сделку с Ираном, а также рост экономики страны. Уходящий президент также заявил, что пока мы стоим за то, что делаем, соперники вроде России или Китая не могут сравниться с нашим влиянием на весь мир. Кремль тоже подвел итоги его правления устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который заявил, что на второй срок пришлась беспрецедентная деградация отношений США и России. Свои выводы сделали и россияне в социальных сетях. Вот лишь неполный список вещей, в которых виноват Обама. Это развал российской экономики, здравоохранение и образование, появление пятой колонны цветных революций. Именно он уронил цены на нефть и ввел санкции, а также спаивал людей боярышникам. Ну и, конечно, состояние ваших лифтов и подъездов резко ухудшилось за 8 лет его правления Америкой. Новому президенту США Дональду Трампу придется сильно потрудиться, чтобы завоевать доверие миллионов россиян и не заслужить плохую наклейку на их автомобилях. Как говорится, в добрый путь. Пока половина страны страдает от морозов, другую постигла еще одна неожиданная зимняя напасть – снегопад. Жители Черноземья, Урала и Западной Сибири в новогодние праздники оказались буквально завалены снегом. Именно действия стихии стали мерилом отношения общества и власти. И, по мнению россиян, власть этот экзамен провалила. О чем наши соотечественники бурно писали в социальных сетях, упражняясь к сквернословии и остроумии. Руководители городов оказались не готовы к месячным нормам осадков. Совершенно очевидно, что такого количества техники, необходимого для быстрой уборки миллионных мегаполисов после снежных коллапсов, нет. Все дело в отношении. Кто-то ругается и ищет виноватых на стороне, а кто-то переходит к конструктиву. Например, в Белгороде жильца многоквартирных домов, около которых сотрудники управляющей компании не убирали снег, приведут перерасчет платы за эту услугу. Об этом заявил мэр города Константин Полежаев. После обильного снегопада уборку провели некачественно. И градоначальник поручил проверить все управляющие компании, заявив, что требования к ним должны стать жестче, и что они представляют такие же услуги, как и в сфере торговли. Главное – честность. Вот глава администрации УФИ осенью сказал, что выводить снег в городе не будут из-за нехватки денег. Его и не вывозят. А ваши ожидания, как говорится, ваши проблемы. Это были мировые новости. Период сильных снегопадов застал врасплох и наш город. Усложнил ситуацию тот факт, что частные организации не чистили прилегающую к зданиям территорию. В связи с этим начальник управления коммунального хозяйства Владимир Чернов предложил создать группу контроля. Для работы в данном направлении мы предлагаем рассмотреть вопрос о создании экологической полиции, состоящей из восьми человек. Это по одному человеку в район и один в управлении коммунального хозяйства. Опыт такой работы в Кировском районе и себя он оправдал. В главу республики согласованы, если, значит, не родил и собственник, как он федерального уровня, республиканского уровня, штрафуйте, сейчас штраф 100 тысяч рублей. Хватит жалеть. Максимальный штраф, глава, слышите, да? 100 тысяч рублей не почистить, 100 тысяч рублей. Не почистить, 100 тысяч рублей. Уговоров, надежды, что люди опомнятся, не работают. И такая картина везде по городу, куда пальцем не ткнула. А что с нашими оборонными предприятиями произошло? Ни один завод, кроме УПО, не вышел работать. Все очень хорошо устроились, значит, хозяин в Москве, здесь можно на лыжах кататься. И свои же территории, свои тротуары, свои же проезжие части не почистили, которые им принадлежат. Не муниципалитету, а им принадлежат. Проблема с уборкой снега в Уфе заставила задуматься чиновников из разных ведомств. Основные последствия коммунального коллапса частично уже решены, теперь специалисты анализируют его причины. Своя роль сыграла та разобщенность, к сожалению, имеющаяся между руководящим звеном отдельно взятых территориальных наших подразделений с руководителями предприятий. Соответственно, то, что не обновлялись взаимоотношения в части договорных, взаимоотношения по очистке территории, то, что ликвидировалась техника на предприятиях, которые мы в свое время привлекали, наоборот, для помощи городу. Их просто нет на сегодняшний день у практически всех предприятий. За редким исключением, там несколько машин-механизмов имеется. А в части того, когда промышленные и очень серьезные, большие наши учреждения и предприятия выходили на свои закрепленные территории, в ежедневном, кстати, режиме, не только в снегопадочках, этого на сегодняшний день нет. Сотрудники коммунальной службы дождались своей зарплаты. Об этом нам сообщили сами работники. Напомним, ЖЭО в микрорайоне Сепуэлова не рассчиталось полностью за ноябрь с дворниками и слесарями. Остальные работники и вовсе встретили Новый год без денег. Не знаю, ипотека оплатит, не знаю, на свое жилье там квартплату оплатит, и кушает, и детям отдает. А мне что, техникум учатся, дочка университета учатся, как мне что делать-то? Как нам пояснили в бухгалтерии, задержка зарплаты произошла из-за долгов жителей микрорайона по квартплате. Видимо, осознательные уфимцы все же заплатили по счетам, или работодатель нашел другой способ рассчитаться со своими работниками. Мы будем следить за развитием ситуации. Согласно статистике, по количеству употребляемого алкоголя Россия занимает четвертое место. Более пяти миллионов жителей страны страдает алкогольной зависимостью. По данным Роспотребнадзора, из-за нее ежегодно умирает полмиллиона человек. Немало семей, чью жизнь изменила пристрастие к алкоголю. Реальные истории людей, которые нашли в себе силы бороться с зависимостью, в сюжете Анастасии Худик. У меня родственники впили сильно. И я с детства видела эти сцены, и я не мечтала стать алкогольком. Я ненавидела алкоголь сам по себе. Но я ей встала. Она алкоголик. Сейчас Елена может это признать. Но тогда состояние опьянения казалось нормой. Но не всегда семья оказывается причиной алкоголизма. Так, например, в доме Александра, что такой алкоголь не знали. Однако болезнь не обошла его стороной. У меня не осталось друзей, потому что они видели, да, какой образ жизни я веду. Ну, жизнь превратилась только от квартиры до магазина. Я не мог ни работать, ни толком, ну, ни жить. В тот момент, когда Елена и Александр оказались на дне, именно так называют состояние, когда алкоголик понимает, что у него проблемы, они начали искать решения и узнали о группах анонимных алкоголиков. Анонимные алкоголики – это содружество, объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, чтобы решить общую проблему и помочь другим избавиться от алкоголизма. Первая группа анонимных алкоголиков в Уфе начала работать в декабре 1999 года. На собрании можно встретить людей трезвых 15 и более лет. Сейчас в Уфе действует 7 групп. Также они были организованы и в других городах республики. Я там услышала, что эта болезнь, она во мне, и она будет во мне. Но можно жить счастливо с этим. Желание выпить у меня пропало на раз. Я не знаю, это произошло чудо в моем случае. Какие бы ситуации ни происходили, я не говорю, что у меня все стало ровно и хорошо. Всякие неурядицы и на работе, и конфликты, и все что угодно. И веселый, и хороший момент, но тем не менее, самой мысли бежать в магазин у меня не было. Как же это работает? Люди разного социального статуса путем взаимной поддержки, советов, обмена опытом помогают друг другу, следуя специально разработанной программе «12 шагов». Единственное условие для членства в анонимных алкоголиках – желание бросить пить. Что же касается медицинских специалистов, то они полностью поддерживают организацию таких групп. По словам врача-психиатра-нарколога Азата Сагедулина, пройдя медицинское лечение, алкоголику просто необходим этап социализации. Алкоголизм – это хроническое заболевание, неизлечимое. Под словом «неизлечимое» мы подразумеваем, что меньше или реже не получится употреблять у алкоголика. Он может прекратить употребление алкоголя и войти в воздержание от алкоголя пожизненно. В трезвости алкоголик может чувствовать себя комфортно, счастливо, хорошо, компетентно, естественно. Поэтому, конечно, для избавления, то есть стабилизации, то есть повышения качества трезвости, требуется длительный период времени, так называемой реабилитации, восстановления. Под словом «реабилитация» мы подразумеваем не только посещение собраний или групп анонимных алкоголиков. Это и работа с психологами, научение выработки в себе новых навыков поведения, личности. Что же касается непьющих родственников и друзей, их называют созависимыми. И мало кто знает, что и для них тоже существуют анонимные группы взаимопомощи. Стоит помнить, что вылечиться от алкоголизма нельзя. Однако научиться жить в трезвости реально. И об этом говорят примеры тысячи людей, которые состоят в сообществе анонимных алкоголиков по всей России. Анастасия Худзик, Алина Таюпова, городской телеканал ЮТВ. Далее к новостям культуры. Выступление юных виолончелистов и презентация альбома экспериментальной электронной музыки. Так отметил свой юбилей Музей современного искусства имени Наиля Латфулина. О достижениях музея и симбиозе искусств расскажет Катерина Добрынина. Музей современного искусства носит имя авангардиста Наиля Латфулина, создавшего большое число оригинальных рисунков импровизации в технике карандаша и пера. Его друг, заслуженный художник республики и директор музея Василь Хананов, рассказывает, что за 15 лет прошло более 150 выставок. Но предстоит еще большая работа по продвижению современного искусства в Башкортостане. Сколько было персональных, сколько было международных, межрегиональных проектов. Выставки зарубежные авторы выставлялись здесь. Художники из России выставлялись. Башкирские художники. Было надежных проектов, очень много выставлялось. Музей современного искусства, я думаю, все-таки будет развиваться и все-таки приобретет те очертания, которые нужно носить. В день своего 15-летия музей собрал не только поклонников современного искусства и художников. На его юбилее выступил Искандер Хананов. Молодой музыкант представил свой первый студийный альбом экспериментальной электронной музыки. Я стараюсь найти какие-то новые средства звучания билончеля и совместить это с синтезаторами, с аналоговыми звуками. Это будет звучать настоящий билончель, просто она будет прогоняться через некоторое количество обработки. Многие гости музея приходят на такие концерты ежегодно. Для них это уже добрая традиция и прекрасный повод ощутить слияние живописи с музыкой. Музыка, изобразительное искусство, творчество Найли Латфулина. И вот в такой связке с музыкой, исполняемым молодым музыкантом, это здорово. Очень приятно, что совмещается проект изобразительный с музыкальным. По-моему, это ново и, на мой взгляд, следует продолжать такую традицию. Мы хорошо знали Найли Латфулина и для нас, конечно, и создание этого музея – это святое. И мы знаем, что здесь всегда бывает интересно, в этом музее. Мне, как историку и моей внучке, очень интересно, что новенького приготовил нам Василий Хананов и его друзья-художники. Каждый год в это время Музей современного искусства выставляет работы самого Найли Латфулина. В этот раз уфимцы смогут увидеть их до конца января. Катерина Добрынина, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ. В Башкире обнаружена не замерзайка, а опасная для жизни. Допустимый уровень метанола в ней превышен в 567 раз. Кстати, в составе это вещество не значится, а на этикетке сделана специальная пометка «Без метанола». Стеклоомывающая жидкость под названием «Эмикон» изготовлена компанией «Инштехпоставка». Во всяком случае, такая информация указана на упаковке. Контрафактный продукт распространяли в нефтекамские Агидели, а также в Дертюлинском, Илишевском, Колтасинском, Краснокамском и Янаульском районах. Добавим, что метиловый спирт в производстве незамерзайки запрещен. Он обладает слабым запахом, недорогой и хорошо очищает стекла. Однако это сильный яд, действующий на сетчатку глаз, нервную и сосудистую системы. За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий. В них 8 человек получили травмы. Подробнее о ситуации в нашей постоянной рубрике «Дорожные новости». Днем 10 января на автодороге Дертюли-Нефтекамск водитель автомобиля УАЗ допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Предположительно, пятиклассник выбежал на проезжую часть в неустановленном месте, прямо перед автомобилем. В результате аварии 10-летний ребенок с травмами доставлен в больницу. Видео с места смертельной аварии опубликовали в сообществе БАШ-ДТП. По словам очевидцев, водитель «Лады Гранты» двигался по трассе Уфа-Шакша и при перестроении на крайнюю левую полосу потерял управление и выехал прямо под колеса грузового автомобиля. В итоге автомобиль застрял между большегрузом и придорожным сугробом. Водитель погиб. Наш телезритель прислал видео аварии на проспекте Октября в районе остановки «Железнодорожная больница». Столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, ДТП произошло из-за сильной клеи на дороге. Из-за аварии образовалась большая пробка, и на проспекте Октября от госцирка до юношеской библиотеки движение было затруднено. Но колея не единственная проблема. Порой причиной аварии бывает и банальная невнимательность. На кадрах камеры Уфанет видно, как белый кроссовер выезжает на перекресток улиц Пархоменко и Революционная на зеленый свет и останавливается, чтобы пропустить трамвай. А после этого завершает маневр, не убедившись в его безопасности. Как результат – ДТП. Наверное, только ленивый не жаловался на беспомощность властей в борьбе со снегом, которого в нашем городе за праздники выпало немало. Однако многие автовладельцы сами не убирают свои припаркованные на обочинах автомобили. Тем самым сильно усложняют коммунальщикам чистку дороги. За сутки сотрудниками ГИБДД пресечено более 3,5 тысяч нарушений правил дорожного движения. В том числе 58 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Напоминаем, что оценить ситуацию на дорогах в режиме онлайн вы всегда можете на сайте maps.ufanet.ru. Минздрав подготовил законопроект по борьбе с курением на ближайшие 5 лет. Подробнее об этом наш гость из Сербии Мирко Здравич в своей постоянной рубрике «Из России с любовью». Всем привет! Минздрав всерьез взялся за борьбу с курением. Или скорее с курильщиками. Пятилетний план Минздрава по борьбе с курением входит в запрет на кальяны в кафе. Ну с этим все понятно. А вот следующим пунктом является увеличение продолжительности рабочего дня сотрудников-курильщиков пропорционально времени, потраченному ими на перекуры. И вот это уже вызывает споры. Курение и так отнимает годы жизни, так еще и работ станет больше. Курение тебя убьет. Мне бы до этого дожить. Не курящий кивает, а вот курильщики недовольны. Почему, мол, рабочий день продляют только курильщикам? Есть ведь и другие зависимости. Например, пристрастие к социальным сетям или другим интересным сайтам, который также отнимает рабочее время. И вот любители попить чай на рабочем месте. А как известно, чем они больше пьют, тем полнее пузырь. Опять же время. И как быть с теми курящими, чья эффективность на работе выше, чем у некурящих? Совершенно справедливо. Закуривай, ребята. И пока у нас грозят кнутом, финские и шведские компании предлагают сотрудникам пряники. Отказ от курений там поощряется в виде денежной премии. Но самое радикальное предложение Министерства запрет на продажу сигарет всем родившимся после 2015 года включительно. Причем даже после достижения совершеннолетия. То есть они попросту не смогут курить. Возможно, в будущем дяденьки помладше будут подходить к дяденькам постарше с просьбой купить сигареты. Но ради справедливости следует сказать, что в этом есть смысл. Ведь по словам авторов проекта, курение является причиной 10% смерти взрослого населения. Ежегодно из-за табака гибнут 5,4 миллиона людей в мире и от 300 до 400 тысяч человек в России. Одна сигарета укорачивает жизнь человека на 15 минут. Мою жизнь? Ну а чью? Тогда ладно. Проект подразумевает также повышение акцизов на сигареты, увеличение количества запрещенных для курения мест, запрет на использование в сигаретах добавок со вкусом пищевых продуктов и усиливающих эффект привыкания. Достанется даже электронкам. В общем, в случае принятия закона, выбор курильщика невелик. Либо бросайте курить, либо жить в России. И в завершении выпуска по традиции о погоде, по данным сайта метеопроплан.нет, 12 января температура воздуха ночью 7 градусов мороза, утром минус 6, днем и вечером 4 ниже нуля. В четверг все так же будет идти снег. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. И оставайтесь на телеканале ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok